Моя зрительница Орлова ВК задала мне такой вопрос. Какова цель планетарных процессов? Я отвечаю сейчас на этот вопрос и постараюсь вам донести его в наиболее простой форме. В свое время, в 2002 году, когда я открыл, изобрел новую фундаментальную науку организмика, я опубликовал первый том этой книги, в котором показал, что у нас Земля состоит из ячеек, которые формируются из человека. То есть, человек является предыдущей стадией конструкции перед той стадией, которая называется планета Земля. Или еще по-другому объясню. У нас есть, допустим, элементарные частицы. Из них состоят, например, атомы и молекулы веществ различных, указанных в таблице Менделеева и не указанных в ней. Дальше идут соединения различные. Дальше идут различные поли, молекулы и различные конструкционные виды каких-то веществ, можно сказать, или компоновку веществ, как, например, вот различные эпоксидки, когда есть армирующее вещество, есть вещество, которое заполняет. То есть, это не химия, это уже какая-то определенная физика материала. И вот так постепенно развиваясь по системе усложнения, наша конструкция приходит к виду человека и формируются отдельные органы человеческого тела. И потом из этих органов формируется само человеческое тело, а потом уже каждый человек складывает вместе с другими обитателями нашей земли, куда входят, естественно, и там птицы, животные и все такое прочее, но туда же входит как функционал и вода, и ветер, и различные другие газы, и различные твердые вещества, песок, гравий, глина и все что угодно. И вот когда все это собирается в единый организм, получается наша с вами земля. Вот такой подход я описал уже в 2002-2003 году, и из этого подхода вышли многие постулаты, которые изложены в той самой книге «Организмика. Новая фундаментальная наука. Том 1». В своих некоторых фильмах я показывал это, рассказывал это, ну, на каком-то другом, может быть, языке, не погружаясь в язык организм. И вы слышали, наверное, то, что из человеческих душ или другими словами как-то объясненных элементов состоит наша земля. Например, есть у нас известная группа регрессологов, которая тоже говорит об этой же самой системе, что из эссенций формируется наша земля, а в этой терминологии эссенциями является, ну, что-то похожее на типа души человеческой или души какого-то другого существа. Поэтому сама планета, сама планета – это результат укропнения структуры нашей человеческой. Конечно, мы не можем говорить, что мы непосредственные источники, и что вот человек как подумал, так и природа откликнулась, потому что мы сами состоим из более мелких структурных элементов, которые также могут сказать, что они там решили между собой. Так человек и поступил по отношению к ним и по отношению к другим существам даже более высокого уровня. Вы должны понять, что каждый структурный элемент на своем уровне, то есть на своей вот этой плоскости существования, поступает только так, как он может поступить. Например, какие-нибудь наши структурные элементы, например, те же самые атомы, те же самые молекулы, может быть клетка нашего организма. Каждая клетка решает свои собственные задачи, которые ей на этом уровне позволяет ее интеллект, который, с одной стороны, естественно выше интеллекта складывающих, слагающих элементов эту клетку, с другой стороны ниже, чем интеллект хотя бы тех же органов, которые сложены из таких же клеток. Совокупный интеллект, например, печени гораздо выше, чем интеллект отдельной клетки печени, которые непосредственно слагают эту самую печень, но вот это популяционное распределение интеллекта, оно гораздо-гораздо дает более высокие результаты. Также и у человека абсолютно. Если человек один, то он решает свои задачи в определенном каком-то единичном режиме. А если человек завел уже семью, их уже людей уже в этой семье несколько, каждый вносит свой вклад вот в этот уровень решений задач, и некоторые задачи решаются гораздо быстрее. И главное, что решаются более важные задачи, ну, например, задача по репродуктивности. Один человек ее решить не сможет никогда, а двое разных полов ее могут решить с легкостью и в обычном природном режиме. Вот так же и дальше идут всевозможные общества, когда человек вступает в определенное общество, ну, скажем так, государство, хотя бы не будем мелкие брать формы, говоря вот, например, о том же государстве. Государство уже как совокупность людей, единичных людей, которые имеют определенный мыслительный какой-то потенциал, государство решает гораздо более высокие вопросы, как, например, интеллектуального плана, ну, допустим, взять, создать какую-то промышленность, которая полетела бы, смогла полететь или обеспечить полет в космос. Надо создать финансовые потоки, надо создать мыслительные потоки, места, где работают эти люди и все такое прочее. Человек в одиночку, как нам говорят, 19 век всегда все строили в одиночку, паровоз построил один, самолет построили братья, еще кто-то сделал тоже один. Это все выдумки, выдумки, когда нет настоящей истории. А в реальности, все вы прекрасно знаете, есть научно-исследовательское бюро, тысячи человек вместе со всеми сопряженными. Вот оно в состоянии выдать вам новый вид зубочистки. Вот в этом смысле. То есть каждая большая задача требует более высокого воплощения своей способности воплотиться. Вот так я скажу, так вот, после государств идут всевозможные материки, я имею ввиду цивилизационные такие куски материков. Вы знаете, как, например, есть организация стран Африки, организация стран Европы, Европейский Союз. Вот такие. Они тоже создаются для того, чтобы решать вместе сообща гораздо более серьезные вопросы, которые одно государство, ну, допустим, какая-нибудь Молдавия, не может вообще никак решить это дело, но в состоянии совокупности с другими соседскими и материковыми государствами Молдавии уже может выступать в каких-то более серьезных играх. И вот в результате такого постоянного собирания, постоянного собирания, в результате собирается та самая планета, в данном случае, Земля, на которой мы живем. И все, что в ней происходит, на этой Земле, все создано из человека, но только мы должны понимать, что не из человека, как куска мяса с ножками и ручками и головой и двумя или тремя или сколько там глазами и ушами и всем остальным, а из человека, как структурные единицы, которые в свою очередь созданы из более мелких вещей, причем формирование идет параллельное, то есть тело формируется и человека в том числе формируется по одной линии, то есть идет наращивание структуры, к двум атомам прибавляется еще двадцать два атома, формируются ручки, ножки и все такое прочее, а параллельно по другой ветке этого же самого человека формируется его мыслительный аппарат, который запускается теми самыми возможностями, которые дает условная душа, потому что душа это то же самое параллельное независимое проявление той же самой структуры. Например, вот чтобы проще было понять, что это именно так, когда вы берете и пишете какой-то оператор из какого-то алгоритма, вы пишете в нем огромное количество разнообразных букв и даже слов, и вот когда вы все это длинное, большое, структурированное правильно, напишите в одну строчку, обозначите правильными этими знаками и вставите в нужное место алгоритма, тогда эта строка вам пропишется где-то в моосфере и даст, например, человека под именем, который вы там напишите Федя и все, у вас появится человек по имени Федя и вот в этой строке еще вы укажете два параметра, что тело Федя должно быть типа, например, А, а душа Федя, например, должна быть типа Б и вот этот тип Б, я уже говорил в своих выступлениях, он просчитан заранее и берется из банка данных этих самых процедур, которые просто подгружается вместе с банком данных о теле Федя в его вот эту корпускулу, которой он и является, и получается, что человек состоит из двух половинок, первая половинка, которая к нему подгружена, это параметры тела, это уже описанная структура, которой все, вот параметры такие-то, нос такой-то и все такое, и вторая половинка, это то, что подгружается в него уже просчитанная в других параметрах, это самая душа. Человек получается как конструктор, из двух ячейк его сложили, сказали, все, вот живой человек, пожалуйста, получите, распишитесь. И дальше, когда происходит смыкание такого большого количества этих самых вот таких человеков или различных там камней, я уже сказал, растений, рыб, воды и других событий, процессов, которые есть у нас на Земле, то в результате всего этого мы получаем нашу с вами Землю, как планету. И тогда мы подходим как раз в ближайшее такое, знаете, рассмотрение тех самых процессов, которые называются планетарными. Все процессы, которые происходят на Земле, все так или иначе, чтобы нам было теплее, мы замыкаем на собственном уровне, то есть все эти процессы происходят из-за того, из-за чего наши с вами происходят мыслительные атаки на состояние Земли. В одном из своих видео я говорил, что поведение даже северного полюса зависит от того, в каком месте находятся наши верующие люди. Если, например, сегодня, ну вчера они переместились в Европу и в Америку, то все эти электромагнитные верования, а это электромагнитные сигналы, все притягивают к себе ту мощность, которая концентрируется на Северном полюсе. И, естественно, Северный полюс ушел в места Канады. Потом, как только в конце девятнадцатого века все это было понято, стали делать альтернативу на Востоке, то есть Япония и Китай во второй половине девятнадцатого века были построены. И вот туда начали заселять миллиарды непонятных существ, которые своей электромагнитной деятельностью начали плавненько перетаскивать Северный полюс на себя. И Северный полюс все эти сто с лишним лет идет туда, в сторону Японии и Китая. Когда он туда придет, он заморозит эти две территории, как это было 200 лет тому назад. Их просто не было, ни Японии, ни Китая. Если кто из вас хорошо учил или знает, или изучал, или интересовался историей Японии и Китая. Просто этих территорий, северных, естественно, частей их, просто не существовало. Они были подо льдами. Так что даже вот движение Северного полюса, оно отвечает нашим с вами мыслительным действиям. Абсолютно по той же причине высохла и северная часть Африки, которую высушили те же самые верующие. Смысл здесь очень простой работы, когда люди свои электромагнитные импульсы складывают в одном когерентном пучке, который говорит вот молись, 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 и посылают куда-то вверх. Этот пучок отражается от верхней части купола. Но купол, не воспринимайте это как какое-то там стеклянное сооружение, купол. Это разделение сред на какой-то высоте. До определенного места идут, допустим, водяные пары, а выше определенного места идет, например, водород. И вот на линии этих соприкосновений, двух этих газов, происходит раздел среды, который является уже тем самым зеркалом, как, например, в эффекте аквариума. Когда вы смотрите на него, стекло является как раз тем самым разделом сред, откуда и происходит преломнение различных лучей света и тому подобных. Здесь абсолютно такая же физическая картина. Так вот, когда молящиеся оттуда, откуда они придумали эту самую религию, начали просить у одного единственного бога, то есть не распылять. Один единственный, значит, не распыляется, а в одну точку сводятся все их молитвы, то получили оттуда такой заряд бомбежки вот этой всей электромагнитной, что в результате получилась пустыня Сахара. Именно из-за этого, что Бог ответил им вот таким образом. И самое главное, что весь этот серп, восточный серп, то есть это, допустим, северная Африка и туда, на ближний восток, он как раз лишился своих плодородных земель именно потому, потому что уверовал в единого бога, который спалил всю эту территорию и сделал ее невозможной для проживания того самого человека, который его накачивает. Поэтому планета наша полностью отзывается на те чаяния, которые делает и которые производит наша с вами общность людская. И если людям давать неправильное поведение, ну, например, сокращение населения, сокращение населения, проводить эту политику, как Римский клуб заявил, что вот надо на несколько миллиардов уничтожить людей, тогда будет все хорошо. Нет, дело в том, что человек каждый, как я уже сказал, является крупицей того, из чего состоит земля. Поэтому, если уничтожать людей, то земля будет скукоживаться, она будет уменьшаться в размерах и чем меньше на ней живет людей, животных, растений и тому подобных, тем меньше она будет по своим размерам. И поэтому те, кто в Римском клубе заседает и говорит такую дичь, что мол давайте убьем какое-то количество людей, нам будет свободнее жить, они просто идиоты, которые из больших семей выучились, больших каких-то известных, учебных заведений, где знаний не дают, где дают только знакомство с такими же идиотами, как они. Вот. И поскольку теперь у нас мир управляется всеми такими идиотами, мы за два года нагляделись на этих идиотов, то и мы понимаем, что эти идиоты генерируют свои движения для больших масс людей не в том направлении, в котором нужны эти движения людям. И это самая большая проблема. Проблема. Как уничтожить этих идиотов, чтобы они нас не вели туда, куда нам идти совершенно не надо. Каждая планета, каждая планета решает только свои задачи, свои задачи, то есть своего тела, как мы, вот люди, допустим, вот у меня есть печень, селезенка и тому подобное, то же самое есть у вас и каждый из нас заботится только о своих внутренних органах, которые есть у него. Ну, есть, конечно, отдельные врачи, допустим, у них работа такая, что заботится о чужом. Но вот, в принципе, каждый человек, он заботится о себе. Ну, например, взял, побрился. То есть человек не сидит и не думает, а как бы мне побрить вот Петю, а сам-то я, да я вообще даже не думаю о своих этих волосах, зачем мне это. А вот Петю надо побрить, потому что Пете прямо вот, ну, надо его побрить, потому что по-другому просто никак. Ну, надо его побрить, вот. И вот эта вот постоянная, знаете, забота такая навязчивая о каком-то другом Пете, кроме себя, она ни человеку, никому-либо не свойственна. Так же и планетам. Планеты, когда решают свои какие-то проблемы внутренние, они, эти проблемы, являются всегда внутренними. И почти никогда, почти, я говорю просто, знаете, как, ну, может быть, что-то найдется, но я, честно говоря, не верю, что существуют другие планеты. Нет ни одного доказательства и даже намека на доказательство, что в каком-то неком космосе есть другие планеты, что эти планеты можно, да я уж не говорю, там, посетить, но можно как-то идентифицировать, что они действительно существуют. Некоторые могут спросить, а как же наша Солнечная система, в ней все-таки столько планет. Я уже делал одно из видео, недавно тоже повторял. С трудом люди понимают, как это на самом деле обстоит. Я поэтому повторяю и буду повторять по нескольку раз, чтобы попроще все-таки это получилось осознать, чтобы люди все-таки осознали. Дело в том, что наша Земля, она движется только во времени. В пространстве движений нашей Земли описать невозможно, потому что самого пространства, данного для движения материального тела, то есть когда вот вы, допустим, уходите по улице, вот этой улицы для планеты не существует. Она висит в некотором таком вакууме. Вакуум — это отсутствие пространства как такового и висит как вот такой, знаете, пузырь. Ну, иногда такие пузыри можно увидеть, допустим, в меде. Вы так ложкой болтанули его, и там какой-то образовался пузыречек. Вы смотрите, как вокруг вот этот мед, то есть вакуум, а внутри этого меда есть такой маленький пузыречек. Вот это планета Земля, например. И не факт, что рядом есть еще пузыречки. Они могут появиться, могут пропасть. Да, может быть, но доказательства этому, еще раз говорю, нет. И вот наша планета движется только во времени, только во времени. Время — это единственная дорога нашей планеты. Есть прошлое, есть будущее. И наша планета поступает так же, как любой человек, когда это есть у человека в ресурсе. То есть вот маленький человечек есть, он решил, снял свою фотографию и поставил себе на полочку. Прошло там пять лет, еще снял фотографию, поставил себе на полочку. И так вот, допустим, за 20-30-40-летнюю свою историю он сделал, допустим, 5-10 фотографий, все они на полочке. И если человек из дикого какого-нибудь каменного века приходит и говорит, слушай, вот у тебя фотографии стоят 10 людей, зачем ты их поставил? А тот, который фотографировался, говорит, да это я все один, просто в разные времена своего существования. И вот так же с планеты. Все эти планеты наши, планеты в кавычках, конечно, Плутон, Нептун и тому подобное, это все одна и та же наша Земля, только в разные временные стадии. Плутон это самая начальная стадия, после того, как Земля вышла в виде зародыша из пояса Койпера. Пояс Койпера переводится, как я уже говорил, это бочка, то есть вот та бочка из сказки о царевиче Гведоне. Сам Плутон переводится как ребенок и так далее, и так далее, и так далее. Земля это вот наша сегодняшняя стадия нашей планеты, которая развивается совершенно таким же образом, как вот те 5-10 фотографий на той стоечке, про которую я вам говорил. Каждая планета является фотографией, временной фотографией, временным срезом нашей с вами Земли, нашей с вами Земли. Поэтому, если вы хотите прогнозировать или заняться какими-то мыслительными конструкциями по поводу будущего, прошлого, настоящего Земли, вам необходимо понять, что Земля наша с вами живой организм, который ведет на минимальных уровнях своего интеллекта так же, как мы на максимальных своих. То есть она берет все возможные интеллектуальные способности от нас с вами, а потом уже, потом уже она использует свои какие-то планетарные надстройки и формирует более серьезные задачи, в которых мы пока не всегда сечем. Но нам нужно понять, что наша Земля это порождение того, что мы смогли сделать. Да, мы родители нашей Земли, как бы это ни странно выглядело, но на самом деле так и есть. И чем больше будет людей на Земле, тем больше будет сама Земля, тем больше будут ее возможности и тем больше будет удобнее мир, в котором мы живем. Земля может прокормить, если так уж говорить, она может прокормить огромное количество, бесконечное количество людей, потому что это все, как говорится, один и тот же пчелиный рой, который сам себя обеспечивает. Чем он мощнее, тем он больше обеспечивает и едой, и заботой, и всеми возможными своими функциями.